Так, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из Москвы. Я провожу урок. И сегодня четвертое Теслева, кто не знает. Четвертое число месяца Теслев. Это очень такой месяц света. Скоро Ханука, мы сейчас приближаемся к Хануте. И, значит, изучаем мы... Для меня самая интересная книга в Торе. Эта книга Берешит, начало. То, что мы вначале, вот прямо, как рассказывается, как Бог сотворил мир, первые люди, потоп, поколение Вавилонской башни, потом Авраам вообще. Это самая основополагающая такая фундаментальная часть Торы, которая показывает сущность вообще человека, сущность пути к Богу, сущность тех вещей, которые нам мешают, какие-то архетипы всех поведенческих моделей, в которых мы живем. И можно прямо увидеть в себе все. И Исава, и Якова, и Ицхака, и Авраама. И все можно в себе заметить, увидеть. Интересно, я сейчас пока все собираются, скажу одну вещь такую. Меня когда-то очень это поражало. Вот каждый раз, когда я с этим сталкивался, меня это очень удивляло. Значит, если мы возьмем имя... Вот меня зовут Ицхак, да? Ицхак. И как-то у меня был тяжелый очень период. В первые годы, когда я стал религиозным, мне было очень сложно. Вот прям реально было очень сложно. Потому что такое вот полное изменение образа жизни, общения, модели всех поведения, среда окружающая, режим дня. Ну, все поменялось. И я, значит, учил Тору, прямо погрузился в это, да? И потом у меня я начал болеть. У меня, я помню, один Рошашинай вообще не мог встать прям с кровати. У меня боли головные ужасные начались. И я помню, когда в один из таких периодов я перешел к Равыцкому Зильберу зацали, и ему говорю... Равыцкая, говорю. Вот у меня очень какой-то такой период, тяжелый в жизни вообще. Ну, я же учил, что меняющее имя меняет судьбу. Меняющее имя меняет судьбу, меняющее место меняет судьбу. Я говорю, может мне имя поменять? Ну, я всегда еще, знаете, как люди ищут легких путей. То есть вот классно, голова болит, таблетка. Голова болит, таблетка. То есть вроде легкий путь, она перестает болеть. Но причину-то не убрали. И он мне говорит, нет, говорит, так, не надо менять имя. Говорит, что, во-первых, это не поможет. То есть у тебя и так все нормально. Как-то так он успокоил меня и говорит, ну ты же даже подумай, какое имя у тебя красивое, Ицкак. И мне объясняет, Юд, говорит, буква Юд, это 10 по дематрии, по числовому значению, первая буква имени Ицкак. Это 10 испытаний было у Авраама, 10 испытаний было у Авраама перед тем, как он родил Ицкака. То есть, и он мне сразу таким, да, Авраам все-таки, он был самый близкий к Богу, а какие испытания у него были? Мне тоже сразу стало чуть полегче. Дальше он говорит, Цадик, Цадик это 90 лет, Цадик это числовое значение 90, это буква Цадик, да, Ицкак, вот это вторая буква Цадик, 90. Он говорит, 90 лет было Саре, когда родился Ицкак. И я думаю, ну надо чуть подождать, значит, да, то есть, если Сара в 90 только получила ребенка, так у меня тоже все будет хорошо, надо чуть подождать. Хэт. Хэт это на 8 день, на 8 день, буква Хэт это 8, Ицкак на 8 день, Ицкак, он был первым, кому сделали обрезание на 8 день. И тут я подумал, да, действительно, у меня же уже есть ребенок, сын Элишама, Бог меня услышал. И просто в момент, когда человеку плохо, он забывает о том, сколько у него хорошего было и есть в жизни. И я думаю, да, у меня и сын есть, и я ему на 8 день сделал обрезание. И, значит, его сандыком, кто его держал, это был Равхайм Каневский, это один из самых великих раввинов, которые на сегодняшний день живут. И думаю, вот у меня учитель Равыцкак, думаю, вообще, это же такое счастье, что у меня есть союз с Богом, да, за все хорошее надо платить. И кув, это последняя буква, Ицкак, это 100 лет было Аврааму, когда родился Ицкак. И получается, что в имени Ицкак, помимо того, что оно значит в переводе, будет смеяться, но еще зашифрованы очень важные вещи, которые относятся к Ицкаку. Это Тора, вот когда, вот все вот эти вот вещи, можно любое слово рассмотреть на иврите, любой отрывок из Торы, и ты видишь, что это матрица, это система математически связанная, выстроенная, одно с другим сочетается. Каждая буква, каждый нюанс, он просто разворачивается в целые системы. Понятное дело, что не может человек так написать, это не человеческое произведение. Кстати, я тоже вчера прочитал, что Тора, это единственная, как книга, можно так сказать, да, это слова Бога. То есть, это конкретно вот слова Всевышнего, облеченные в буквы. То есть, это божественный интеллект, божественные буквы, которые вот именно Всевышний напрямую. Маше Рабейна, он был только чистое стекло. То есть, Бог через него говорил. Он даже был не пророк, как мы понимаем пророки. Его просто не было. Просто Всевышний говорил через него. И, значит, дальше, сегодня мы читаем отрывок про Яакова. Яаков, это, можно сказать, официально есть праотцы Авраам, Искак и Яаков и праматери. Сара, Ривка, Рахель и Лея. Они, вот эти вот семь человек, являются корнями еврейского народа. Так, ну, так называется, да, про отцы и праматери. Теперь, но Яаков, третий из праотцов, он получил имя от Всевышнего Исраэль. Только именно с него началось название народ Израиля. Есть Бне Исраэль, называют, да, сыновья Израиля. Вот Исраэль, это он получил это имя. Значит, мы будем читать в этой недельной главе, как эта вся история будет. Значит, давайте сейчас читаем, что дальше было. Он получил благословение от отца на материальный мир и на власть. И его брат Исав, который должен был получить это благословение, он, его хотел убить. И родители посылают его для того, чтобы он, значит, для того, чтобы он ушел от Исава и пошел в семью своей матери Ривки, чтобы там выбрать себе жену. И вот, значит, написано, что после того, как он, вчера мы читали, он ночевал в месте, в котором в дальнейшем будет стоять храм. И в этом месте ему открылся Всевышний и сказал, я буду с тобой. А он проснулся и закрепил это обетом. Он сказал, если ты будешь со мной, если ты меня вернешь обратно, если ты будешь меня охранять, сохранять, тогда я построю здесь храм и десятую часть того, что ты даешь мне, я отдам тебе. То есть я буду это посвящать именно духовности, десятую часть из всего, что у меня будет. И после этого проснулся он и начинается вот сегодняшний отрывок. Это 29-я. Тора разбита на, не на главы, как мы привыкли, вот главы мы читаем. Тора разбита на переки. Переки это как, ну, главки, можно так сказать, да, такие переки, это отрывки. На отрывки. Вот сегодня 29-й отрывок, сначала книги Берешит. Главы это уже потом. Кстати, интересно, что деление Торы на главы, это уже было после того, как христиане сделали Библию. И когда у евреев было по перекам все шло, и когда были диспуты, да, то есть были споры между христианскими священниками и евреями, то для удобства, ну, начали делить на главы, чтобы было понятно, где, о чем говорить. Но у евреев принято делить на переки, на вот эти вот отрывки. Вот сегодня 29-й отрывок книги Берешит. И начинается со слов «Вайса Яков Раглав». И поднял, написано, и поднял Яков свои ножки, да, то есть он поднялся, и пошел он на землю, на восток, на восток. То есть он из Израиля, из Берешевы, он пошел в сторону Ирана. В сторону Ирана он пошел. Значит, он переночевал где Иерусалим, и пошел в сторону Ирана между речи. И увидел он, и вот увидел он колодец на поле, дошел он уже туда, пропущено, как он шел туда. Говорят, что по пути, когда он вышел из дома, и до того, как он перешел к Лавану, есть отрывок еще 14 лет, он зашел в Яшиву Шема и Эвера. Шем это был сын Ноаха, Эвер это был его сын. И там было такое тайное место, в котором еще потомки Ноаха, которые видели еще и знали то, что было до потопа, они, да, доброе утро, Россия, сильно, они там сидели и учили это, ну, учили Тору это, они постигали и передавали вот это тайное знание. Но они чем отличались от Авраама? Авраам, когда он узнал про Бога, он хотел, чтобы все начали служить Богу. То есть, это была его цель. И он, Авраам, он как бы, у него такая была сила дойти до Всевышнего, что он соединился со Всевышним. Это было его намерение. А Шем и Эвер, это Яшива, они просто были хранители знаний. То есть, это разное, совсем разное состояние. Есть люди, вот мир Яшив, например, да, есть люди, они нон-стоп, они сидят в Яшивах и изучают Тору, такие, академическое знание, да, в каждый нюанс, они знают все, абсолютно все вообще. И ты же не можешь остановиться. То есть, они нон-стоп, они изучают Тору. Это были Яшивы. И вот Яков зашел в эту Яшиву на 14 лет, Шема и Эвера. Там в этой Яшиве 14 лет что-то он делал. Я только за все годы я видел одну, всего лишь одну книгу, в которой рассказывалось, что он там делал. Очень это тайное знание, может быть, я потом вам расскажу, когда мы будем про Юсефа изучать. Оно имеет отношение к Юсефу. Но он на 14 лет зашел к Шему Эверу. И, в общем, он проходит теперь, Тора нам говорит, пришел он, и пришел он уже к Лавану, туда, где жил Лаван, где жила семья его мамы. И видит он колодец в поле. И вот там три стада овец вокруг колодца, значит, такая местность иранская, да. Три стада овец лежат, значит, вокруг этого колодца. И большой, огромный камень лежит на колодце, там, закрыто. И, значит, начали они собираться, колодец закрыт. И сказал им Яков пастухам, «Братишки», мне очень тогда запомнилось, он говорит, «Ахай, братишки, братья мои», он ему говорит. Да, такие были обращения, так и осталось. Сейчас у тебя в Москве, например, слышу, многие общаются так вот, ну, люди. И я слышу вот в окружении, там, «Брат мой». Очень это принято до сих пор обращение. Но вот видите, с Тора эта началась. Им Яков говорит, братишки этим пастухам, «Откуда вы?» Они отвечают ему, «Мы из Харана, Харанские мы». Это место, город, как раз, откуда был Авраам. Харан – это брат Авраама, он основал этот город. «И сказал им, «А знаете вы Лавана, сына Нахора?» Знакомы с таким? Они ему говорят, «Знаем, есть такое». Он им говорит тогда, «А шалом, Ло?» Ну, и как у него дела? Шалом у него? Ну, как бы, все хорошо? Отвечают ему, «Шалом, все нормально у него, все хорошо». А вот они говорят, «Рахель, его дочка, пришла тоже со своим скотом». Мы оттуда потом знаем, что у Лавана в это время у него не было сыновей. У него были только дочки. И поэтому дочка пришла с овцами. Значит, «И сказали». А он им тогда говорит, вот тут качество Якова очень сильно проявляется, его качество. И сказал он им, «Так сейчас же еще день», он им говорит, «Почему вы здесь собрались?» И говорит, «Давайте по эти скоты, идите дальше пасти». То есть, это нерационально, то, что вы сейчас вот здесь вот разлеглись и отдыхаете. Да, такая еврейская черта. Рационализаторское предложение он им вносит по эффективности, как пасти. Значит, он им говорит, «Идите пасти». Они говорят, «Не можем, не можем, потому что мы ждем, пока соберутся все стада остальные. И только тогда мы сможем этот большой камень с устья колодца, мы сможем его убрать и тогда попоить сон». То есть, собиралось много людей, они вместе откатывали этот камень и пили воды тогда. Пока он с ними говорит, Рахель, она приблизилась, раньше же как было, когда они сказали, «Вон Рахель идет», она в это время была на соседнем холме с этими овцами, да, то есть это было далеко. И вот пока этот весь разговор приближается, с Рахель, с колодцу, с овцами своими, которые принадлежали ее папе, потому что посла, пастушка она. Видите, все наши праотцы, они были пастухи, это было очень важное разделение в те годы, и это был разный способ жизни, потому что пастух, он все время движется за овцами, да, чтобы были новые пастбища, он не засиживается на месте, и он все время с природой, у него жизнь такая текучая, земледелец, у него жизнь другого порядка, он все время прикреплен к этому полю. Воин, он должен забирать у земледельца и у пастуха, или защищать земледельца и пастуха. А наши праотцы были именно пастухами. Значит, она была тоже пастушка. Теперь дальше и было, когда Яаков увидел Рахель, дочку Лавана, брата его мамы, и увидел он этих овечек, да, белых, сон Лавана. Лаван, это вообще имя переводится белый, то есть, знаете, вот есть, был такой поэт Александр Белый, а это был брат Ривки, родной дядя Яакова, его звали Белый, Лаван. Такая у него была фамилия, фамилия, имя. Значит, он увидел их всех, да, и тогда подошел, написано, подошел Яаков и откатил этот камень от устья колодца. То есть, он был очень сильный, и в нем была какая-то сила, ну, необычная сила, да, то есть, это не было, он не выглядел как сильный, но он подошел, и тот камень, который обычно много пастухов откатывали, он его откатил. И напоил он скот Лавана, и дальше, вот этот отрывок вообще мне непонятный, вообще очень непонятный. Я, кстати, вот посмотрю его объяснение, потому что он выглядит вообще непонятным. одиннадцатый отрывок звучит так, и поцеловал Яаков Рахель. Подошел он к Рахеле, она, его, получается, двоюродная сестра, она дочь Лавана, родного брата его матери, двоюродная сестра, он подошел к ней и поцеловал ее. Непонятно, потому что это как-то было не принято подходить, ну, даже сестра двоюродная, но как-то, но дальше, что он сделал, вообще непонятно. И поднял он свой голос и заплакал. Прямо написано и заплакал. Да. Доброе утро всем еще раз, кто поднялся. И вот, почему он плакал? Есть, Раша приводит два объяснения. Первое объяснение он приводит, что он заплакал, потому что у него открылся в этот момент Руаха Кодыш, это божественный дух, и он увидел, что он не будет вместе с ней похоронен. То есть, он увидел, что он будет с ней женат, но почему-то они не будут вместе похоронены. Действительно, когда Яков вернулся уже с женами, с детьми в землю Израиля, то на входе в землю Израиля Рахель умерла. И она умерла при родах второго сына, и он остался с Йософ, это был первый сын от Рахели, и Бенемин, второй сын, родился, и она при родах умерла. И она похоронена отдельно. В Маратамахпеллах, в пещере в Хевроне похоронен Яков со своей женой Леей, с сестрой Рахели. Второе объяснение, более такое прозаическое, что он, когда пришел, когда он пришел к ней, и он пришел без ничего. То есть, здесь как раз Раша приводит вот этот Медра, это из Талмуда, историю, что Исаф послал своего сына Элифаза убить Якова, когда он ушел из дома, он думал, ну, никто не узнает, там, в поле его сейчас убьем, и все. Но, когда Элифаз догнал Якова, то Яков ему сказал, Яков ему сказал, что не убивай меня, а Элифаз ему говорит, а что же мне делать? И сказал ему, что, он говорит, что мне делать, как мне выполнить приказ папы? А Яков ему сказал, возьми то, что у меня, все забери у меня, и бедный считается как мертвый, все забирай у меня, и Элифаз забрал у него все абсолютно, принес к отцу, и Саву говорит, все, я его забрал, он в реку прыгнул, но, скорее всего, там, я его убил. И, значит, это вот как раз отсюда идет это объяснение. И заплакал он потому, что он говорит, когда женился мой папа, Ицкак, так пришел ему жену брать, Элифку пришел жену брать, Элиэзер, раб Авраама, у него было 10 верблюдов, нагруженных золотом, золотом там и так далее, и он, ну, то есть, легко забрал жену, а я, говорит, как я женюсь-то, как я женюсь, у меня вообще ничего нету. Это вот почему он заплакал. Это второе объяснение дает Раша. И сказал Яков Рахеле, что он папа ее отца, что они родственники, и что он сын Рифки, и она побежала и сказала папе. Значит, отсюда Раша говорит, что она сказала папе, а не маме, что мама ее к тому времени умерла, а не была у нее мама. И, значит, и было, когда услышал Лаван, что пришел Яков, сын его сестры, а он помнил же, давайте я дословно прочту, значит, дословно написано так, и побежал он ему навстречу, и обнял его, и поцеловал его, и привел его в свой дом, и рассказал он Лавану все, что с ним произошло. И, значит, Раша здесь дает объяснение такое очень интересное. Он говорит, главная черта Лавана, Лавана, это мы знаем еще из той главы, когда забирали Рифку, и вообще, в принципе, вот иранцы, азербайджанцы, они очень любят продавать, они такие, очень любят торговать, богатство, вот это как раз то междуречие, это как раз, это то, откуда была семья, семья Авраама, они такие, прям торговцы такие, да, и очень любят деньги, очень алчные. И вот этот вот Лаван, он был очень алчный, он думает, а, если сейчас Рифку, когда забрали, столько золота принесли, сейчас, наверное, он пришел же жениться, значит, сейчас он с подарками, сейчас у нас, короче, будет очень, очень богатое, богатство припрет большое. И тут он видит, стоит один Яков, без сумочки даже, он думает, наверное, он золото спрятал под одеждой, он его обнял, это так Раша объясняет, обнял его, чтобы пощупать, нету золота. Он его поцеловал, он думал, что у него во рту бриллианты, что он бриллианты во рту принес, переносить, тогда же было тяжело хранить богатство, не было криптовалют, не было биткоинов, там не было никаких цифровых вещей. То есть это в наше время все как-то в виртуальном мире деньги, настоящие деньги уже мало кто хранит. В общем, когда он его и поцеловал, и увидел, что и бриллиантов нету, тогда он его привел в свой дом, так он был расстроенный, и он ему рассказал Яков все, что с ним было, что Исаф хотел его убить, как он из-за брата убежал, и как у него все отняли. Это комментарии Раши, из текста Тора это не видно все, то есть Тора мы видим, она идет очень коротко. И сказал ему Лаван, он говорит, смотри, мы с тобой одно кость и одно мясо, кость от кости, плоть от плоти, и говорит, можешь у меня месяц пожить, сказал ему Лаван. И здесь очень важно все равно, то есть родственные связи, они есть, и в тяжелую минуту, это написано в Мишле, мы изучали, царь Соломон говорит, что у человека, когда вот надо спасать родственника, у него включается вот этот вот зов крови, плоти и так далее, то есть это прямо вот включается на каком-то генетическом уровне. И сказал ему Лаван, что говорит, я понимаю, конечно, твою тяжелую ситуацию, поживи у меня месяц, он ему сказал. И когда Яков у него прожил месяц, сказал ему Лаван, он говорит Якову, что вот ты месяц у меня там, а он, Яков не мог сидеть без дела, он работал по дому, пас его овец там, он был очень деятельный, он не мог сидеть без работы. И сказал ему Лаван, из-за того, что ты мне брат, так что ты будешь мне даром служить, скажи мне, какова твоя плата. Сколько тебе надо платить, сказал ему Лаван. И сказал тогда ему Яков, а Яков ему ничего не сказал. И тут нам Тора говорит, следующий отрывок сразу, после того, как он его спросил, какая плата, Тора нам сообщает, у Лавана, и у Лавана было две дочери. Одну старшую звали Лея, а вторую младшую звали Рахель. И глаза Леи были слабые, ракоты такие слабые мягкие. А Рахель, она была Яфат-Туар, то есть она была красивой формой, Вэй Яфат-Марэй и красивая видом. То есть есть два разных типа красоты, есть человек такой он стройный, у него хорошая форма, а есть хорошее содержание, сияющее содержание. Так она была и красивая по форме, и сияющая по содержанию. А Лея всегда плакала. Лея была, почему она плакала, Раша объясняет. Лея плакала потому, что она должна, она же была старшая сестра, и знали, что у Рифки есть два сына, Исав и Яков. И знали, что Исав злодей, а Яков праведник. Она плакала, что ее выдадут замуж за злодея, за Исава. И у меня, я где-то в прошлом году, у меня это такая возникла идея, оказывается, что она зря плакала, что она всю жизнь зря плакала. Ее-то выдали замуж в итоге за Якова. Получается, что она просто была девочка-пессимистка, которая все детство проплакала. У нее глаза были из-за этого, вот написано, Ракот мягкий, испортила глаза себе. Но плакала-то она без причины. Вот в этом вот вся суть, почему люди-пессимисты, они изначально верят, что все будет плохо. Но оно не будет плохо. Но то, что они верят, что будет плохо, весь тот момент, когда они верят, что будет плохо, им уже плохо. И они все время, вот она всю жизнь проплакала из-за того, что не случилось. Представляете? А Лея была наоборот. А Рахель, она была красивая, лицом красивая видом. У нее мама умерла. Хотя, ну, мама и у Леи умерла, они были от одной мамы. Но она была, видно, веселая, радостная такая девушка, которая при этом умерла в молодом возрасте при родах второго сына. Но все то время, пока она... В чем разница между пессимистом и оптимистом? Оптимист, он все время надеется на лучшее. И пока плохое что-то не произошло, он все равно живет в кайфе, в ожидании лучшего. И даже если плохое произошло, он умеет это таким образом интерпретировать, что все к лучшему. Пессимист, он все время живет в ожидании плохого. И даже если что-то хорошее произошло, он умеет это интерпретировать, что это нехорошее на самом деле, а есть тут точно какой-то подвох и так далее. Это очень удивительно. Я вот наблюдал даже в последние дни у меня было, я увидел одного человека, вот он, это называется хаждан, по-русски хаждан, он все время ожидает, хошет, он опасение, он все время опасается, что будет плохо. И он в такой панике все время. Понятно, да? Из сегодняшнего дня, последнее чуть-чуть, я хочу два слова из Тани сказать. Таня в сегодняшнем отрывке нам говорит одну очень важную вещь, что изучение Торы, молитва и заповеди не сравнится ни изучение Торы, ни молитва по воздействию на душу человека с физическим выполнением заповедей. То есть, очень важно понимать эту разницу и обязательно, обязательно делать действия, делать заповеди. Заповедь, например, давание отздотеи, именно по одной монетке или по одной бумажечке, или маленькими операциями. Но каждый раз, когда ты делаешь действия, и в этот момент ты говоришь, я не просто верю в Бога, я верю в Бога, и я делаю действия, то объясняет нам сегодняшняя Таня, что действия оказывают влияние на душу намного больше, чем изучение Торы и молитва. Это такая вот сегодняшняя идея из книги Тани. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, чтобы Всевышний дал нам благословения в здоровье, в деньгах, в благополучии, в семьях, в детях, чтобы было во всех сферах благополучия, чтобы мы строили свою жизнь по Торе, потому что выполнять заповеди не зная, заповеди невозможно, поэтому, чтобы мы изучали, как выполнять заповеди, выполняли заповеди и молились, благодарили Всевышнего и просили у Него все, что нам надо. Все, удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, до завтра.